Добрый день друзья, говорим мы сегодня об айфоне, который можно купить на два года вперед, скажем айфон на 2020 год И я хочу сказать, что айфон 11 Pro и айфон 11 Pro Max это немножко переоцененные смартфоны И в принципе айфон 10s и айфон 10s Max тоже были слишком дороги А из реальных айфонов, которые нам остаются, нам остается только айфон 8 Plus, который немножко подешевел Айфон 10R, который тоже существенно подешевел Ну и айфон 11, который опять-таки подешевел, потому что изначально айфон выпускался в самый дешевый 750 долларов А сейчас его цена 700 долларов в Америке Опять-таки можно купить его с Америки, сэкономить немножко, чем в российской рознице Но там вопросы гарантии, доставки и прочее Будем исходить из российских цен Российские цены такие, что сейчас айфон 8 Plus стоит официально 45 тысяч рублей Это означает, что чуть попозже он будет доступен, примерно до 40 тысяч рублей Айфон 10R сейчас стоит 50 тысяч рублей Хотя в 2019 году его уже можно было купить за 46 тысяч рублей И айфон 11, который стоит 60 тысяч рублей, который не будет дешеветь в ближайшие, не знаю, 5-8 месяцев Поэтому в этом смысле то, что айфон 10R и айфон 8 Plus очень стали доступными, это очень хорошо Я не говорю об айфоне 7, айфоне 8, потому что смартфон все-таки очень с маленьким дисплеем Если вы хотите что-то делать кроме инстаграма, ватсапа и звонков, нужно уже дисплей побольше, с батареей немножко побольше Айфон 8 Plus в принципе для своей цены очень хороший смартфон Там две камеры для кого-то это важно, очень портретные режимы, портретные съемки их делать Но опять-таки смартфон очень габаритный и даже дешевые, скажем, китайские смартфоны с дисплеями 18 на 9 уже будут смотреться более современно, чем дорогой айфон 8 Plus Поэтому будем выбирать между айфон 10R и айфон 11 Между ними есть какие-то отличия И поговорим, наверное, о камере, потому что на презентации больше всего вы меня вообще рассказывали про камеру Сейчас, наверное, камера самая важная для людей То есть камера дисплей автономности это такие самые важные параметры при выборе для потребителя Значит, камеру в айфон 10R в принципе мы знаем Это очень хорошая камера, которая фотографирует и снимает видео лучше, чем айфон 10, лучше, чем айфон 8 Plus Она значительно лучше, то есть там такой же смартфон в принципе стоял, что и в айфоне 10S Max, но не было второй камеры Для многих это было очень существенно То есть многие не понимали, почему в айфон 10R в таком дорогом смартфоне нет второй камеры Всего одна камера, потому что китайские смартфоны за 10 тысяч рублей уже добавили нам две камеры Но опять-таки эта камера очень хорошая И кроме самой камеры там еще модуль, программное обеспечение Поэтому фотографии и видео на айфоне 10R это очень великолепного качества получались Такие же, что и на айфон 10S Max Ну а в айфоне 11 камеру намного усовершенствовали В айфоне 11 теперь у нас есть и второй широкоугольный модуль, то есть ультраширокоугольный модуль И в отличие от Android смартфонов можно во время съемки видео плавно между ними переключаться Это конечно очень круто, потому что софтверно-программная часть камеры айфона очень быстрая, очень хорошая И она очень хорошего качества В айфоне 11 также добавили переднюю хорошую камеру, то есть на 12 мегапикселей Снимает Full HD видео при 60 кадров в секунду Также 4K видео при 60 кадров в секунду, это очень хороший показатель Конечно же там еще добавили ночной режим, то есть фотографии в ночное время суток будет программно улучшаться В принципе то, что мы уже видели на других Android смартфонах сейчас уже появилось в айфоне Надеюсь это все очень будет хорошо работать в жизни Опять-таки по батарейке там просто абсолютно несущественно, там 1 час Это из-за того, что просто процессор может стать энерго эффективнее и прочее Опять-таки мы батарейку не берем в расчет, то есть между айфоном 11 и айфон 10R Очень много одинаковых показателей, кроме вот наверное трех вещей Это камера передняя и вторая камера основная, ее добавили в лучший процессор Сделали примерно на 15% лучше и сделали водозащиту вместо IP67, IP68 Хотя опять-таки, кто будет подружать такой дорогой смартфон в воду, я не знаю В принципе для этого уже есть экшн-камеры, специальных чехла для них изготовлены Поэтому я считаю, что в принципе IP67 тоже вполне хватило бы Теперь немножко о процессорах В айфоне 8 Plus установлен процессор А11 Соответственно в 10 А12 и в 11 А13 Все эти процессоры очень схожи, между ними разница 10-15% Потому что например айфон 7 Plus с процессором А10 он существенно отстает А вот айфон А11, А12 и А13 процессоры Они очень похожи, и я скажу громкое заявление, что многим не понравится Но процессоры А11, А12, А13 они опережают свои однозначные, свои андроид-конкуренты Например процессор А13, он на 2 года на самом деле опережает любой андроид-смартфон Тот же например 855 Snapdragon сделали его трехкластерным Для того, чтобы просто в Geekbench или в Antutu набрать многое количество баллов Потому что в реальной жизни трехкластерный процессор То есть три кластера процессора не нужны обычному смартфону Потому что будет очень сильный перегрев Они опять-таки сделали это для того, чтобы просто очень много получить баллов в синтетических тестах А то, что у Apple есть уже очень мощный процессор, скажем В iPad Pro установлен процессор А12X, который убивает в Antutu 500 тысяч баллов Это процессор 2018 года Представляете, что у них сейчас уже в данный момент есть Просто они специально из-за соображения маркетинга не устанавливают такой процессор в смартфонах iPhone А просто делают прирост там 15%, 10%, 20% в год Чтобы просто побольше продать устройств Потому что если они сейчас покажут такой процессор, то в следующем году им нечего будет показывать А у Snapdragon, у Kirin и у Samsung с Exynos, там Meditech Тем более таких процессоров нет Они всегда в роли догоняющего Вообще сами процессоры это отдельная тема для видео Но сами процессоры в Apple они больше, они вообще существенно физически больше В том числе там очень много кремния И вообще в работе, в стабильности iPhone работает, конечно, хорошо и из-за программного обеспечения Но все-таки процессоры в iPhone очень мощные И то, что, например, iPhone нужно всего там 3-4 гигабайта оперативной памяти Android смартфону нужно 8-12 и то будет хуже, чем на iPhone Это однозначный факт, можно это принять, можно это критиковать Но на самом деле можно прочитать много очень отзывов Независимых источников То, что процессоры Apple очень мощные И на данный момент у них нет конкурентов просто в мобильном рынке Также немножко поговорим про демонтоспособность и прочее На самом деле в этих всех трех смартфонах 8+, 10R и 11 установлены IPS дисплей Что в принципе кому-то хорошо, кому-то плохо Но на самом деле для глаз они намного лучше Там нет эффекта выгорания, который может происходить в iPhone XS Скажем, XS Max был, например, такие проценты Были такие случаи И опять-таки их дешевле ремонтировать Потому что все-таки AMOLED дисплей они намного дороже IPS дисплей и уже в принципе это второй год уже iPhone XR Есть такие дисплеи уже на рынке Они стали существенно дешевле В любом случае iPhone 8 Plus будет ремонтировать намного дешевле Чем iPhone XR и iPhone 11 Но суть в том, что уже много комплектующих Много запчастей И в этом смысле iPhone XR можно еще купить как бы на каких-то складах Может какой-то дешевый вариант будет Может быть какой-нибудь знакомый будет продавать свой смартфон А iPhone 11 будет всегда дороже И он не так быстро будет падать в цене Как скажем iPhone XR и iPhone 8 Plus iPhone 8 Plus я бы все-таки не стал покупать Потому что это если так уж совсем не хватает денег Если уже покупать, то iPhone XR Ну а если конечно позволяют средства, то iPhone 11 Выше iPhone 11 я даже не вижу смысла покупать Потому что iPhone 11 Pro Max стоит 100 тысяч рублей Ну 100 тысяч рублей за смартфон, который просто упал и разбился То есть я в этом не вижу смысла Я не понимаю, зачем вообще нужно покупать такой дорогой смартфон Это все-таки не какой-то рабочий инструмент Это не компьютер, не ноутбук Это просто всего лишь смартфон, который можно просто потерять даже Поэтому если исходить уже из цены То, что нужно покупать смартфон, скажем, до 30 тысяч рублей До 30 тысяч рублей я iPhone не вижу Хороших там нет iPhone То есть это все будут устаревшие варианты Поэтому до 30 тысяч рублей, до 20 тысяч рублей покупаем Однозначно Android смартфон, Android флагмана, Xiaomi, Samsung, Huawei не важно В общем до 30 тысяч рублей есть очень хорошее Android решение Они будут больше радовать вас, чем какой-нибудь там трехлетний iPhone 6 или iPhone 7 А если у нас сумма 50 тысяч рублей мы собираемся отвратить на покупку смартфона Это однозначно нужно покупать что-нибудь из уже новых iPhone'ов Там iPhone XR, iPhone 11 Потому что они с очень большим заделом на будущее Apple их будет поддерживать Опять-таки у Apple есть очень много программ для фото-видео обработки Там очень много возможностей для игр Игр, которые выходят только эксклюзивно на iPhone'е И опять-таки сервисы Apple, которые реально работают И по программному исключению, и по поддержке iPhone'ов вне конкуренции Потому что и Samsung, Huawei и все остальные производители Android смартфонов Очень часто забывают о своих двухлетних флагманах А iPhone продолжает их обновлять, поддерживать И дополнительно с новыми функциями Там постоянно что-то обновляется Что-то появляется в новых операционных системах iOS И опять-таки про стабильность Не забывать то, что все-таки Apple Разработчики игр ориентируются именно на процессоры И на возможности характеристики iPhone'ов Поэтому игры на нем просто очень хорошо оптимизированы Там вообще без тормозов все работает Потому что все-таки стоит самое лучшее железо Потому что у iPhone'ов нет бюджетных моделей В этом смысле по оптимизации, по экосистеме Apple на голову выше, чем Android на данный момент Если некоторые будут говорить, что там OnePlus'ы Samsung или Huawei фотографируют намного лучше, чем iPhone Затем очень трудно согласиться Потому что если, конечно, мы возьмем штатив Поставим, там спокойно сделаем какую-нибудь фотографию с настройками То да, и Huawei, и OnePlus'ы могут быть лучше Но если нам нужно достать быстро и сфотографировать какой-то объект движущийся Скажем, достали просто с кармана телефон, включили камеру и сфоткали То iPhone сделает очень мало ошибок и сделает хорошую фотографию В отличие от Huawei и Samsung, которые не могут так быстро адаптироваться, сфокусироваться И делать фотографии, чаще всего они ошибутся Это касается и портретного режима и прочей А если, конечно, мы ставим на штатив или просто срок сфотографируем Там какие-то выстройки делаем То да, в этом смысле, конечно, все-таки некоторые Android' смартфоны превзошли по фотографии iPhone'ы Ну а то, что касается видео, то iPhone все-таки это лидер рынка по видеосъемке Можно сказать, что, ой, там iPhone, этот Note 10 Samsung делает размытие фона во время видео Но в реальности это оказывается больше маркетингом, потому что очень много ошибок Там очень плохо отделяет передний фон от заднего фона И опять-таки на Samsung Note 9, который я взял И включаю 60 кадров в секунду при съемке 4K И даю телефону ограничение всего лишь в 5 минут Представляете, то есть в телефоне, который стоил там 80 тысяч рублей Ограничение в 5 минут 4K в 60 FPS То есть на iPhone такого нет ограничений Все очень плавно, все очень хорошо снимает видео И ни один Android' смартфон по видео даже не приблизился к iPhone'у Потому что тот же самый iPhone 7, iPhone 8 Чаще они снимают намного лучшее качественнее видео, чем Android' флагманы нынешние, там, 2019-2020 года Да, конечно, до 30 тысяч рублей iPhone не может конкулировать Там просто ничего покупать До 20 тысяч рублей Android' смартфон дает великолепное устройство с хорошими характеристиками Но если мы собираемся купить смартфон на 2-3 года И хотим потратить на смартфон 50 тысяч рублей То из всех смартфонов, конечно же, нужно покупать iPhone XR, который еще подешевеет И еще iPhone 11 Это самый лучший iPhone и самый лучший смартфон на данный момент Даже по соотношению ценное качество iPhone 11 Pro и 11 Pro Max Pro Max я еще могу понять, потому что все-таки более профессиональные устройства iPhone 11 Pro и iPhone XS Это просто, мне кажется, больше стильное устройство А нежели рабочие инструменты с маленьким дисплеем Там помещается меньше информации И они очень дорого их обслуживают То есть это все-таки более какая-то вот Больше дизайнерская какая-то штука, игрушка Нежели такой хороший, практичный смартфон Напишите ваше мнение об iPhone'ах, об Android'ах Какой смартфон лучше? Если вы сегодня не согласны в чем-то Спасибо, что смотрели нас До новых встреч